...и красивые процессы, которые меряются, когда вы будете вертикально скважиной. Как правило, ни одна компания не начинает бурение реальной скважины в горизонтальной, пока у нее нет карты с некоторыми корреляциями этих лобов, которые показывают толщину и глубину залежа на, по крайней мере, на участке, где будет проходить разработка данной компании. Кроме того, большинство компаний, если они себе могут это позволить, помимо этих карт, еще смотрят на сайсмику. Почему они смотрят на сайсмику? Потому что сайсмику, вроде все прочего, помогают вам посмотреть в большей детали, как у вас идет волна самого залежа и возможные фолдс. Фолдс – это как бы существующие уже трещины. Поскольку вы пойдете в трещину, у вас может измениться стресс-филд. То есть у вас совсем кругом все пойдет. Это ответ на первую часть вопроса. Как они удерживаются? Есть geosteering. То есть они в каждый конкретный момент времени получают сигнал с гамма-рэй. Они смотрят это гамма-рэй, по гамма-рэй, где они находятся вертикально, они все еще в formation или нет. И по этому geosteering они как бы каждую секунду навигируют. То есть они все время вот так вот чуть-чуть-чуть-чуть делают. По гамма-рэй как минимум. То есть сначала по карте они прикидывают с точностью там до 10 фит, куда им надо. А потом с помощью geosteering и гамма-рэй они смотрят уже там с точностью до фитов. Причем как бы в прямом смысле слова до фитов. Раньше, например, в некоторых местах Марселлса, где толщина формирования порядка 30 фитов, то есть это порядка 10 метров, они просто бурили горизонтально и получали какой-то результат. Сейчас они будут в тех же самых местах и получают результаты там на 30% лучше. И когда мы спрашиваем, что у вас случилось, вы будете там же. Как бы толщина у вас очень маленькая. Они говорят, что все, что мы сделали, мы с помощью geosteering сдвинулись на 20 фитов вниз. Потому что в многих месторождениях франчисовый дверь. И вы хотите оказаться как можно ниже к концу гласта. Но не слишком низко, поскольку под вами может быть либо вода, которая зальет вашу скважину. То есть она не попадет в трубопровод, но она может залить вашу скважину. Либо вы, грубо говоря, упретесь в породу, которая, например, не так легко бурить. У вас же буро тоже на определенную плотность самой породы рассчитано. Я не поняла, все-таки сам участок, на котором вы бурите, презентальная скважина, он принадлежит этой компании? Да, он принадлежит, о да. Более того, не только этот участок, есть ограничения по поводу того, насколько близко к концу вашего лица вы можете бурить. То есть вы не можете бурить, скажем, здесь проходит граница, здесь моя территория, которую я снял. Здесь территория моего композитора. А кто контролирует, что они не зашли за ним? То есть есть рядом геолог, от контролирующих к концу? Да, есть, да. При к концу гурении каждой скважины присутствует как минимум один геолог, который по этому гамм-рэй отмечает каждый хит. Он смотрит гамм-рэй и отмечает там, как он думает, какой формейшн они прошли. И в том числе делает замеры, которые потом докладываются в так называемый directional survey. И directional survey докладывается потом в state. State проверяет их, помимо всего прочего. Многие штаты теперь начинают отсылать эти рекорты, в том числе, к tax authorities. Потому что tax authorities потом смотрят, с какого формирования вы гурили, какие налоговые годы к этому относятся. И у них тоже сидят геологи. Плюс сидят инженеры, которые смотрят и навигируют с самого вот этой плавающей головкой. То есть сидит как минимум, вот это так, у вас такой вот домик на колесиках, где сидит как минимум один геолог. И штук пять инженеров, следящих за одной скважиной. Потому что один следит за давлением песка, воды, которую вы туда бурите. И один следит за тем, как вы навигируете. То есть он как бы профессионал по этому. Если у вас несколько параллельно будет со скважей, то опять-таки у вас несколько компьютеров стоит, и вы смотрите разные параметры. У них, как правило, есть уже готовая 3D-модель. То есть они, помимо того, что смотрят гаммары, они смотрят еще в 3D-модели. Светлана, спасибо огромное за левицу. У меня два вопроса. Один практически. Существуют ли какие-либо обязательства по лимутивации земельных площадок? Субтитры создавал DimaTorzok